Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное. Вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой и последних новостях. Сыпятся на Лёльку проблемы, как из рога изобилия. Одна за одной. То микрофон сломался. Близняхи нашлись, Сергей Петрович теперь пропадает. Ну, в общем, опять грусти и печальки. Новый поворот судьбы ей подкинул. Вы знаете, смотрю на неё, думаю, бедная, когда же ты уже выдохнешь? Когда же ты отдохнёшь под всем натиском проблем? Ребята, ну если без стёба всё, девочки появились в кадре, они всё-таки оказались не сахарные, не растаяли. И вообще какая-то вот эта реакция, да, типа они там в такой грусти и печальке плакали. Лёля всем рассказала, что получим по шапке, если напишем плохие комментарии в их адрес. И здесь хотелось сказать, Лёля, вот так бы ты своих кровиночек защищала. Вот так бы ты отстаивала честь и достоинство собственных детей, как чужих людей. Но здесь, да, она, как сказала, девочки ей годятся в дети. Да, они всего лишь на год старше Феди, им по 21 году. Поэтому их она решила опекать, а своих детей под молотки мои, типа крепче, они всё выдержат. Именно так для меня это выглядит. И опять-таки я считаю, что всё это была, конечно же, постанова, продуманный сценарий Маши Козлодоевой. А может и сама Лёлька плохую игру затеяла, скажем так, именно по теме того, как девочки оскорбились и тому подобное. Но надо было о чём-то поговорить на стриме и вымутить бабла. Вот Лёля и придумала новую фишку. А походу что-то грусти и печальки в глазах девочек не наблюдается. И опять-таки по поводу плохих комментариев. Ребят, не знаю, я не читала плохих комментариев в их адрес. Я читала комментарии по поводу их веса, да, это факт. Но быть объективной, если, да, я могу согласиться с этой фишкой. Я не могу там согласиться с оскорблениями, да, там типа какими-то конкретными сравнениями с животными, это нет. А по поводу веса я могу согласиться. Почему? Потому что действительно девчонки очень молодые, а вес, ну, даёт о себе знать. И в первую очередь даже со стороны здоровья, если посмотреть, то всё-таки схуднуть необходимо, скажем так. Ну, вот конкретно необходимо схуднуть, тогда как бы и замуж выйти, да, и отношения какие-то завести. Почему? Потому что девчонки-то, в принципе, неплохие, а вес, конечно, как бы не на плюс им идёт. Поэтому те люди, которые дают рекомендации по поводу веса, ребят, ну, не вижу в этом ничего страшного, потому что, ну, реально помпухи. Ну, будем объективны, да, я, например, слабо понимаю, то есть 21 год надо, надо за себя взяться и как-то контролировать питание и тому подобное. Поэтому здесь с этим я могу согласиться. А по поводу каких-то других оскорблений, ребят, я в них просто не верю. Потому что Лёле, ну, скажем так, для меня выглядит, что выгодно нагнать эту пургу для привлечения просмотров. Но, опять-таки, помпухи ей нужны в кадре по той простой причине, что хоть кто-то умеет готовить и хоть как-то это, да, цивилизованно выглядит, в отличие от Лёлина Ваварева. И, понятно, на них поприятнее в кадре смотреть. Но я так думаю, Василёк всё-таки сделал своё, и помпухи появились в кадре уже в новых костюмах, цветут и пахнут, и всё у них хорошо. И, кстати, ребята, не знаю, вроде бы девочки обаятельные, да, такие миленькие, симпатичные. Но вот что заставило их поехать к Лёле, я не представляю. Почему? Потому что зарплата для Украины очень смешная, особенно на двоих. То есть это сиди себе в супермаркете на кассе, ни клята, ни мята, рядом с домом, имей законные выходные, которые ты проводишь в кругу семьи. И зарабатывай на одно лицо те деньги, которые Лёля платит на двоих. Поэтому их порывы приехать к многодетной маме для меня абсолютно непонятно, что они у неё забыли. Но следующая трагедия, которая настигла Лёля, уезжает Сергей Петрович. Вот это самая главная трагическая новость. Почему? Потому что теперь Лёле придётся пахать самостоятельно на своём хозяйстве. Как она это всё, ребята, рассказала, как она это всё произнесла, да, мне её аж жаль стало. Думаю, нифига себе баба упахиваться будет. Ну а если без тёба, ребята, ну первое, что хочется отметить, конечно, Лёля рассказала, как теперь будет тяжело возить навоз. Но с учётом того, что животные только ночуют в загонах, ребята, ну там за ночь, если тачка навоза соберётся, это будет счастье, и будет очень много и хорошо. По факту, коровы столько не нагадят, три. Тем более, с учётом того, что они целый день на улице и в основном гадят там, да, приходят в стойло, в принципе, только для ночёвки и доения, то о каком навозе сокрушается Лёля, не представляю. Опять-таки, дальше рассказала проблемы с автопоилками. Они замёрзли, Лёле придётся воду вёдрах тягать. Ребята, очередная ложь. Кто наблюдает давно её канал, прекрасно знает, что зимой она вытаскивает шланг и в ванну набирает животным воду, и оттуда они пьют. Но Лёле, так главное, побольше, да, движа создать на канале, побольше рассказать, сколько ей придётся делать и работать. Ну и третья преграда, конечно, самая тяжёлая, это таскать сено. Точно так же для меня это стало смешно. Во-первых, есть мотоблок, и пока есть Сергей Петрович, это сено абсолютно спокойно можно перевести мотоблоком поближе, чтобы просто, да, затянуть тюк, распаковать его и раздать животным. Но Лёля-то никогда не ищет лёгких путей. Главное, да, весь ролик она бегала и искала Сергея Петровича. Его нужно было запечатлеть и рассказать о том, как теперь ей будет, да, бедной тяжело. И главное, чтобы Сергей Петрович обязательно вернулся. Вот здесь хочется сказать, Лёля, не волнуйся, никуда он от такой кормушки не денется. Тридцатник в месяц прилипает, на питание не тратится. Крыша над головой есть, ещё и плюшки в виде Ютуба. Поэтому никуда он от тебя не денется, а как он тебя величает. Госпожа! Ну куда после этого он может от тебя деться? А как он опа за тебя на британский флаг крвёт? Ещё и жемчужина там под боком. Поэтому вернётся, даже не волнуйся. Будет, а дальше у тебя Сергей Петрович трудится. Далее, ребята, что хочется отметить, когда Лёля перечисляла всё своё хозяйство для мощи, там, да, 130 курей, ну так красиво рассказала, рассказала. Забыла за телят упомянуть. Лёля, там же тоже навоз, там как минимум тоже тачка прилипнет. Ну а если без смеха, ребят, ну лопата от силы. Самое главное со стороны Лёли это много и красиво рассказать. И, кстати, да, когда она рассказывает, что сейчас придётся надрываться, у меня возникает вопрос. А как же ты, бедная, не надрывалась раньше на хозяйстве, которое было в три раза больше, чем сейчас? Кто в таком случае прошлые года занимался твоим хозяйством, если сейчас для тебя это надрыв? А по факту, ребят, никакого надрыва нет. Я оставалась в два раза большим хозяйством сама, пока у меня муж работал в городе. Сама на себе тянула. Да, это было тяжело, но это было выполнимо. И при этом на мне точно так же был дом, готовка, уроки с детьми. Ну всё как у всех. Поэтому больше здесь Лёля всё-таки гонит волну, чтобы вызвать к себе жалость и сочувствие. Но опять-таки она очень надеется, вдруг кто-то из друзей. Ну друзья у Лёли это все те, кому она зарплату платит. Это в ранге друзей у человека. Вдруг кто-то всё-таки приедет и будет. Не труд, да, что типа есть папа, есть мама. Ребята, ну и есть же мачеха, которая била себя пяткой в грудь и доказывала, как она любит этих детей. Но при этом ни разу даже шаровый Василёк не зашёл ни Артёму, ни Ульяне. То есть мысли у Лёли подобной не возникло. И когда кто-то кричит, что это нормально, нет, ребят, это не нормально, простите, но эти дети с ней прожили не один год рядом. Эти дети её называют мамой. И опять-таки она очень много плюшек получила благодаря этим детям. И скажем так, корректно, да, что дети одеты, мягко говоря, не очень. И Лёля могла поучаствовать, я не говорю тратить свои деньги, но Василёк заходит блогерам бесплатно. И вот она могла поучаствовать, да, заказать хотя бы вот эту одежду бесплатную и просто детям подарить. Но Лёле это и нафиг не надо. Самое главное, Свете набрать Василька, по пухам Василька, Сергею Петровичу, это те люди, которых нужно поощрить. А те дети, которых ты якобы любишь, абсолютно по боку. И у Лёли не дёргает ни один мускул, да, там нерв. Одеты они, не одеты, есть им что зимой носить, там или осенью, какие-то костюмы, тёплые носки, колготки, нижнее бельё. Ей плевать. Зато самое главное рассказать о том, как ты их любишь и заботишься. И да, ребята, я бы поняла, если бы на чаше весов стояли деньги, да, то есть купить своим детям или купить детям, да, бывшего мужа, это одно. Но когда ты можешь взять это бесплатно, и, кстати, набирают ещё побольше все, чем Лёля, а с её просмотрами она могла заказать намного больше на Васильке, то здесь для меня вот это действительно в очередной раз непонятно. Но хомяки, понятно, этого и не увидят. Они-то все кричат, что Лёля молодец, а я вот это так вижу, ребят. Ну, по факту, пока я всё сказала, буду прощаться, продолжение следует. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!